Ребята, всем привет! С вами снова Серега. Ну, решил я показать семейку одну. Просматриваю сейчас все свои семьи. Потому что этот год необычный. Необычный, который дает сюрпризы. Ну, наткнулся я на такую семейку, в которую уложил дотацию. И решил вам ее показать, заснять. И тема ролика будет называться Как выглядит семья, в которой есть расплод. Эта семейка такая небольшая. Но у нее и расплод есть. Это наглядно видно. И я решил показать эту семью. Особенно это будет интересно для начинающих пчеловодов. Там, кто пчеловодит один-два года. То есть, это состояние, поведение пчелы. Состояние. То состояние, где есть расплод. Чтобы вы знали для себя. Ну, и другие люди, чтобы вы имели представление об этом. Ну, и естественно, ребята, обращаясь к тем диванным экспертам, которые мне там писали. Один мне там прям текстами выписывает, ребят, на моем канале. Пытается мне там что-то доказать, объяснить. Ну, вот у меня так, а ты там вот, зачем ты туда лазишь? Зимой не надо лазить. Во-первых, очистительных облетов. Очистительных там, блин, это. Да, дружище, я вижу то, что я вижу на своей пасеке. Я вижу, как у многих людей сейчас матки активизировались. Этот год дает нам сюрпризы, предоставляет. Если в соседних областях у людей так, это говорит о том, что и у меня так. Понимаете? И нужно учитывать эти нюансы. Нужно учитывать, что в этом году, в этой зиме много теплых дней у моей области. И из-за этих теплых дней активизировались матки, которые работают, которые сейчас активизируют сегодня трансплод. И есть таких семей мало на моей пасеке. Но они есть. Они есть. И уже такие семьи нужно ставить на галочку. Следить за ними. Давать им дотации, просматривать, контролировать. Многие там, ребят, пчеловоды, переживают о том, что если семья такая, в которой активизировалась матка, гонит трансплод, то это все. Все. Конец. Семья погибнет. Да нифига не будет, ребят. Ничего не слышать. Не погибнет у вас эта семья. Но вам эту семью нужно ставить под галочку. Вам нужно за ней следить. Вы контролировать очень контроль раз в неделю. Вы должны просмотреть, положить корма. Положить там, если вы ложите там, положили один-два килограмма, через неделю вы должны просмотреть эту семью. Потому что матка работает, дедку гонит, молодая пчела, естественно, употребление кормов в два раза больше, а то и в три раза лучшее употребление корма будет походить. Если вы им там положили килограмм пять, лепешку, либо мед, либо медовую рамку хорошую, то две недели можете не смотреть смело. Но все равно для себя вам нужно, вы должны знать, что у вас такие вот есть семьи, которые нужно контролировать. Понимаете? Если вы им будете вовремя ложить дотацию, вовремя ложить лепешки, у вас эта семья отлично перезимует, даже несмотря на то, что матка там гонит расплод. Понимаете? И уже с более лучшей силой она ворвется весной в новый сезон и пойдет у вас за первой пергой и за первым нектаром. Но вам нужно следить. Ну и вот, ребят, обращаюсь опять же к тем диванным экспертам, которые мне там выписывают, зачем же смотреть пчел зимой? Да потому, что вот зачем. Вот такие вот нюансы, такие вот моменты. Что прикажете сделать? Мне там пишут, не смотри пчел до первых сейчас нельзя смотреть пчел. февраль, нафиг ты туда лазишь, ты пчелу беспокоишь. Я сейчас покажу, а вы, вы, хотел сказать ты, а вы мне объясните, уважаемый человек, что мне делать с этой семьей? Может, струсим ее, эту семью там, сейчас? Я там диван нельзя, чтобы был расплод. Давай уберем, сейчас струсим пчел, пчелиную семью, струсим вниз, в улей, в феврале. Какое сегодня число, я не помню. Пятое, по-моему, через шестое, пятое. давай струсим сейчас пчел вниз, заберем расплод, поставим медовые рамки, потому что нельзя, чтобы там был расплод. В феврале. Или, может, оставим как есть. Давай, давайте посмотрим эту пчелиную семью. И пусть диваны, эксперты, уважаемые, смотрим эту. Семейка эта небольшая, но такая вот пошла у меня в зиму. А вы мне объясните, что мне делать с этой семьей? Уважаемые диваны, эксперты. Вот такая вот пчелиная семья, которая растянулась на всех рамках, плотно сидит, вот такое состояние, вот я им в четырех рамках. Вот так вот сидит. Видно, что кормов тут осталось по минималке. Естественно, найдутся такие, что пишут мне, что я сюда не вложил мед, то есть эти рамки были не медовые, а пустые, и пчелы у меня зимуют, голодные пчелы зимуют у меня. Нет, это расплод, где активизировалась маточка. Вот, наглядно видно. И она работает, эта маточка. Ну, так вот, обращаюсь к диванным экспертам. Что будем делать с этой семьей? Закрываем, оставляем как есть, пусть зимует дальше, еще месяц. Или, может, струсим эту пчелу сейчас, 5 февраля, и поменяем рамки им. Где у нас сейчас около двух-трех морозов. Вот такая вот семья. Вот так вот выглядит семейка. в которой есть расплод, где матка работает. И она небольшая. Вот из-за таких вот нюансов, из-за таких вот моментов и просматриваются, ребят, пчелиные семьи зимой. естественно, зимой тоже нужно смотреть пчел правильно. То есть, это, как правило, вторая половина зимы. Когда уже дело ближе идет к весне, тогда пчел нужно просматривать, контролировать это все дело. Но, даже несмотря на это, вы должны учитывать те нюансы, что среди зимы могут вот такие быть вот теплые дни, когда матки могут активизироваться. Понимаете? И вот прекрасный пример. Это говорит о том, что я всегда говорил, что пчеловодстве много, но это нужно понимать, которое, это дело приходит, оно с годами. И это все нужно учитывать. И у меня там пишут диваны-эксперты. Да хорошо, дружище, что у тебя пчелы там сидят хорошо. Но ты уверен, что там нет расплода. И что они так вот не активизировались у тебя. Это все нужно учитывать. Так что все. Всем пока, всем счастливо, всем удачи. Давайте, ребят. Осталось немного.